Ветряная оспа – инфекционное заболевание, которое до сих пор сохраняет свою актуальность. Для того, чтобы ему противостоять, нужны своевременная диагностика и профилактика. Об этом шла речь на совещании и семинаре, где побывала наша съёмочная группа. По инициативе территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском и Калининском районах в актовом зале 12-й средней школы Славянска-на-Кубани состоялся семинар-совещание по вопросам диагностики и профилактики ветряной оспы в организованных детских коллективах. Были приглашены руководители учреждений образования Славянского района, а также медицинские работники школы детских садов. Эта болезнь поражает преимущественно детей в возрасте до 7 лет. В результате перенесённого заболевания вырабатывается постинфекционный иммунитет, который у абсолютного большинства людей сохраняется на всю жизнь. Предупреждения и распространения ветряной оспы решающее значение имеют ранняя диагностика и быстрая изоляция заболевшего. О диагностике этого заболевания рассказала заведующая детской поликлиникой Ирина Качкурова. Обычно после контакта с больным человеком через 11-21 день, это инкубационный период ветрянки, появляются первые признаки ветрянки у ребёнка. Длительный инкубационный период часто провоцирует небольшое замешательство у родителей. Казалось бы, встреча с больным была давно, и угроза заболеть уже не навалой. Тут ребёнок начинает жаловаться на мамоту в теле, появляется ознов, происходит подъём температуры до 38-39 градусов, появляется выделение из носа. Малыш становится лялый со временем. Так как после контакта с больным человеком через много времени, мамы не всегда могут понять, что это первые симптомы ветрянки у детей. Через день или два появляются осыщения. Основным профилактическим мероприятием по защите от ветряной оспы является вакцина-профилактика, которая обеспечивает населению создание иммунитета. Вакцинация против ветряной оспы в плановом порядке в первую очередь показана ранее не болевшим, не привитым и не имеющим завершённого курса иммунизации, привитым однократно, вроде ветряной оспы, детям и взрослым. Также обосящимся к группам риска, а это тяжёлым клиническим течением, также с хроническими заболеваниями, лёгких, сердечно-сосудистой системы, эндокринными расстройствами, метаболическими расстройствами, нервно-мучечными расстройствами, а также для людей, которые планируют проводить лучевую терапию и транспортацию органов. К группам детей и взрослых высокого риска заболевания ветряной оспы относятся не болевшие, не привитые ранее или не получившие завершённый курс вакцинации, которым также рекомендована вакцинация. Пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием. Это дома ребёнка, детские дома, интернаты. Женщины, планирующие беременность, не менее чем за три месяца. Извелики, медицинский персонал и работники организации с круглосуточным пребыванием. Среди привитых случаи заражения ветряной оспой крайне редки. Если заражение произошло, то заболевание протекает в лёгкой или скрытой форме. После рассмотрения вопросов диагностики и профилактики заболеваемости ветряной оспой были даны рекомендации по мерам, направленным на предупреждение возникновения указанного заболевания. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».